Сегодня с помощью гидравлического пресса испытаем на разрыв настоящие полицейские наручники разных стран. Георгий из Магадана попросил по-братски испытать наручники российского производства. А полковник Джонсон наручники американского производства. Все наручники новые в упаковке, ни разу не использованные. Начнем сравнение с упаковок. Упаковка легендарных американских наручников Smith & Wesson, конечно же, намного качественнее сделана по сравнению с российской коробочкой. Но здесь еще следует упомянуть то, что стоимость российских наручников 1000 рублей. Стоимость же американских наручников равна 70 долларам, что равно примерно 5000 рублей. Рассмотрим, как же выглядят сами наручники. Российские наручники закручены в слегка промасленную пленку. И судя по наличию ржавчины, промасленности здесь маловато. А возможно, хранились они не в очень подходящих условиях. Ну, в общем, выглядят они как-то так. Все работает. Единственный косяк – наличие небольших пятер ржавчины. Но я думаю, это не косяк производителя, а косяк условий хранения. Мне всегда было интересно, какую нагрузку на разрыв сможет выдержать вот эта цепь на наручниках. А также, насколько прочен сам браслет, который одеется на запястье. Возможно ли его разорвать? Приступим к американским наручникам. Американские наручники относятся к такому же типу, как и российские – оперативные. Также есть еще тип конвойные наручники. Разница между оперативными и конвойными наручниками заключается в способе сцепки между браслетами. У оперативных – цепь, а у конвойных – шарнирное соединение. Наручники такой модели используют полиция США и ФБР. По тактильным и визуальным ощущениям, конечно, американские наручники сделаны намного более качественно по сравнению с российскими. Но и разница в стоимости соответственная. В пять раз отличается. Скоро февральские праздники и 8 марта. Не знаете, чем порадовать близких? Небанальный, достойный подарок, который пригодится и понравится. Тюменские беспроводные наушники CGPods входят в топ-5 наушников России, между прочим. Потому что в 4 раза дешевле яблок, а по функционалу круче. У CGPods есть влагозащита? У яблок нет. Кейс CGPods 5.0 сделан из профессионального авиационного алюминия, прям как Boeing. Кейс выдерживает 220 кг, а пластиковый яблочный 80 кг. У CGPods Lite кейс антистресс, щелкает, как пленка-пупырка и похож на коробочку от дорогой ювелирки. Лучшего подарка для любимой и не придумаешь. Есть еще новинка осени CGPods Air 2. Форм-фактор, как у яблок, и микрофон с того же самого завода. Голос передает идеально, даже в шумных местах. У новинки антропометрически выверенная форма. Наушники не давят на ухо и не жмут в отличие от яблок. Звучат все CGPods'ы достойно. Без розетки работают 20 часов, ровно как яблоки. И продаются CGPods только онлайн, по честной прямой наценке производителя. Никаких наценок посредников. Советую заказывать тюменские наушники сейчас. Смотрите, доллар вымахал на 10%. Вот-вот все начнет дорожать. И CGPods'ы тоже. Бренд и так 2 года цены не менял. Ссылка на сайт CGPods в описании. Также мой код на скидку 200 рублей. Вот так для сравнения выглядят ключи от американских и российских наручников. Я думаю, здесь сразу понятно, какой ключ от каких. В комплекте с российскими наручниками идет еще и инструкция, в которой указана достаточно важная информация о том, что наручники должны выдержать на разрыв минимум 150 килограмм. Есть инструкция и у американских наручников. Но допустимой предельной нагрузки там я не нашел. Как я уже и говорил, производителем американских наручников является знаменитая оружейная фирма Smith & Wesson. Кто является производителем российских наручников, я так и не нашел. Единственное, что я нашел, что они имеют сертификат соответствия. А еще, порывшись на форумах, я нашел такую информацию, что очень часто российские наручники изготавливают в самих тюрьмах. Возможно, вам покажется, что я предвзято отношусь к российским наручникам. Повертел их в руках и рассмотрев, я заметил один существенный косяк. Эта цепь состоит из трех звеньев. По сути, это просто сварная цепь. И вот среднее звено как раз-таки недостаточно проварено. Приложив такое среднее усилие, можно заметить на появляющийся в среднем звене зазор. Это уже не пятна ржавчины, это реальный косяк производителя. Если хорошенько приложиться, то разорвать эту недоваренную цепь не составит особого труда. С проваркой цепи на американских наручниках все в порядке. После обнаружения этого дефекта, я все-таки решил дать фору российским наручникам и заварил эту цепь. Правда, не знаю, насколько качественно у меня получилось ее заварить. Но я хотя бы заварил это звено, в отличие от производителя. А еще одна моя знакомая попросила проверить еще одни наручники. Странно, я даже не знал, что она работает в полиции. На работу она почему-то ходит только в ночные смены. Если российские и американские наручники выполнены из стали, то наручники из легендарных фильмов выполнены из алюминия. Магнит вообще никаким боком к ним не липнет. Единственное, что в них стальное, это цепь. Итак, начнем испытание. Первыми на очереди будут российские оперативные наручники. Закрепим их в наше приспособление. Гидравлическим прессом через тензодатчик будем давить на этот рычаг. И посмотрим, какую нагрузку выдержит цепь. Единственное, нужно учесть то, что если мы давим на рычаг, то действительная нагрузка будет вдвое меньше, чем та, которая показана на табло. Максимальная нагрузка на разрыв составила 122 кг. Звено цепи лопнуло по сварке. И лопнуло, кстати, не то звено, которое я варил. Я варил среднее звено, а лопнуло нижнее. Не дотянули они немного до заявленных характеристик в 150 кг. Какую же нагрузку выдержит на разрыв цепь американских наручников? Максимальная нагрузка составила 420 кг. И цепь при этом не разорвалась. Лопнул браслет. Ну и для интереса проверим, какую же нагрузку на разрыв выдержат вот эти гламурные наручники. Максимальная нагрузка составила 19 кг. Цепь осталась невредимой, погнулся сам браслет. Я думаю, разорвать такие наручники руками не составило бы особого труда. Рассмотрим детальнее российские наручники. Как я уже и говорил, моя сварка выдержала, но не выдержала сварка производителя. На американских цепь визуально не получила вообще никаких повреждений, но в одном месте лопнул браслет. Теперь проверим на разрыв сами браслеты, а точнее замки, насколько они прочны у наручников. Первым испытаем браслет российских наручников. Нагрузка, при которой сдался замок. Замок составила 300 кг. Ну и испытаем браслет американских наручников. Замок сдался при нагрузке в 450 кг. Что ж, по-моему, вопрос, какие наручники прочнее, российские или американские, здесь понятен. Подвернулись мне еще вот такие интересные наручники. На первый взгляд они отдаленно напоминают пластиковые кабельные стяжки, которыми пользуются электрики. Но все-таки это не стяжки, а пластиковые наручники, так как материал, из которого они изготовлены, все-таки другой. Они, как правило, применяются силовыми структурами при массовых задержаниях. Я тут их решил немножко примерить и случайно засильно затянул замок. И поскольку это видео я снимал один, то теперь возникла проблема, как их снять. А они, кстати, очень неудобные по сравнению с железными наручниками. Разорвать их явно не получится руками. Конечно, поскольку я нахожусь в мастерской, их несложно было бы распилить, допустим, той же самой пилой. Но мне не хотелось их портить, и на помощь пришла отвертка, так как механизм защелкивания здесь аналогичен, как и у кабельных стяжек. Я в них пробовал всего минуту, и у меня реально покраснели запястья. Что ж, давайте посмотрим, какую они выдержат нагрузку на разрыв. Продолжение следует... Нагрузка, при которой сдались пластиковые наручники, составила 200 кг. 200 кг это очень хороший показатель. По крайней мере, это больше, чем выдержали российские железные наручники. Наручники не разорвались, повредился замок. На замке появился небольшой разрыв, и запирающий зуб выгнулся в другую сторону. Я думаю, наверное, было бы интересно еще проверить таким же способом на разрыв, как повели бы себя советские наручники в сравнении с современными российскими и американскими. Как вы думаете? Пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!